В русской художественной литературе очень много тех авторов, тех величайших мыслителей, которые сейчас непопулярны. Непопулярны по целому ряду причин, в том числе и из-за того, что они открывают глаза своим читателям, вдохновляют своих читателей на новые победы и, конечно же, учат историческому опыту, которые переданы в их произведения искусств. Сегодня мы поговорим о Фёдоре Ивановиче Тютчеве. Тютчев – это целая эпоха. Тютчев – это один из лучших представителей русского мира. И сегодня, конечно же, хотелось больше раскрыть не только о его биографических данных, но больше раскрыть тех уникальнейших произведений, которые Фёдор Иванович написал для нас с вами. Любая информация достойна внимания в том случае, если она полезна, полезна и развивает человека. И вот, на мой объективный взгляд, считаю нужным предоставить вам сегодня это коротенькое, но очень информативное монолог. Монолог, связанный в первую очередь с великим человеком, связанный в первую очередь с тем творчеством, с тем вдохновением, с тем мировым богатством, которое может дать вам произведение Тютчева. В конце данного произведения мы будем однозначно читать несколько его великолепных стихотворений. Ну а сначала хотел бы дать небольшую ремарочку. Эдакий начинающий, начинающий мыслить по-русски человек должен обязательно знать немножко и биографии великого Фёдора Ивановича Тютчева. Вот с неё мы сегодня начнём. Фёдор Иванович Тютчев и его поэтическое наследие «Вы знаете, кто мой любимый поэт?» – спросил однажды Лев Николаевич Толстой. И сам назвал. Тютчев? Современники вспоминали о том изумлении и восторге, с каким Пушкин отзывался о стихах Тютчева. Более ста лет тому назад Некрасов назвал лирику Тютчева одним из немногих блестящих явлений русской поэзии. Тютчев может сказать себе, что он создал речи, которым не суждено умереть, писал тогда же Иван Сергеевич Тургенев. Тютчев по справедливости считается мастером пейзажа в стихах. Но сравнительно редко пейзаж даётся поэтам сам по себе. Поэту в высокой степени доступна передача эмоционального ощущения, вызываемого в человеке явлениями внешнего мира. Именно поэтому каждую весну Лев Николаевич Толстой повторял тютчевские строфы. Как не гнетёт рука судьбины. А Некрасов писал по поводу стихотворения «Весенние воды» следующее. Читая их, чувствуешь весну, когда сам не знаешь, почему делается весело и легко на душе, как будто несколько лет свалилось долой с плеч. Гораздо чаще образы природы служат поэту для воплощения его дума-человеки. Нередко двойной смысл стихотворения – это прямой, связанный с миром природы, и переносный, иносказательный, связанный с внутренним миром человека. Подчёркивается самой композиции. Так, например, в стихотворении под названием «Поток сгустился и тускнеет» образ застывшего под твёрдым льдом потока, на дне которого продолжает журчать ключ, переносится во второй строфе на убитую хладом бытия человеческую душу, подо льдистой корой, которой по-прежнему бьются жизненные силы. Совершенно так же в виде своего рода композиционно-смысловой параллели построены такие стихотворения, как «Ещё земли печален вид», «Фонтан», «Как неожиданно и ярко». В других стихотворениях оба плана настолько слиты друг с другом, что составляют единое целое. В душном воздухомолчание, как дымный столб светлеет в вышине, дума за думой, волна за волной. В некоторых же случаях, когда, на первый взгляд, Тютчев даёт только эмоционально окрашенный пейзаж в стихах, ну, например, в произведении под названием «Что ты клонишь над водами» или «Обвеян вещью дремотовой». Аналоги с человеком невольно возникают в сознании читателя. При этом в стихотворении «Обвеян вещью дремотой» сам поэт последней страфой наталкивает нас на сравнение солнечного луча, озарившего осеннюю изнурительную листву деревьев, с немощной и хилой улыбкой видающего живого существа. Смысловой подтекст стихотворения следующий. «Что ты клонишь над водами» может быть различным, но символичный характер самого образа склоненной ивы – это очевиден. Прочитав впервые записки охотника Тургенева, Тютчев дал им такую оценку. «Редко встречаешь в такой мере и в таком полном равновесии сочетание двух начал – чувство художественности и чувство глубокой человечности. С другой стороны, не менее поразительно сочетание реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенные, и сокровенного природы со всей ее поэзией». Сказанное в этих строках о Тургеневе с полным правом может быть отнесено к поздней лирике самого Тютчева. Явно усиливается в творчестве поэта чувство глубокой человечности, или, иначе сказать, гоммунистическое начало. Глубоким сочувствием к людям согреты такие стихотворения Тютчева, как «Слезы людские, о слезы людские!» и «Пошли Господь в свою отраду!» Потоки беспросветного осеннего дождя сливаются в художественном восприятии поэта со столь же неисчислимыми и безвестными людскими слезами. А вид бедного нищего, бредущего в летний зной вдоль решетки и недоступного для него сада, вызывает по контрасту образ гостеприимной сени, деревьев и расистой пыли фонтана, наводит на мысль о человеческом одиночестве, человеческой отверженности. В некоторых стихотворениях гуманизм поэта непосредственно связан с реальными историческими условиями и событиями русской действительности. Таково прежде всего стихотворение под названием «Русской женщине», которое Добролюбов привел в своей статье под названием «Когда же придет настоящий день», указав на то, что эти безнадежно, печально раздирающие душу предвещания поэта в мертвящей атмосфере крепостнической России сбываются. Так постоянно и беспощадно, над самыми лучшими избранными натурами. Жизнь человека в представлении Тютчева всегда борьба, бой, подвиг. Эта борьба часто отчаянна и безнадежна, бой жесток и неравен. Однако потому-то и велик подвиг непреклонных сердец, что они гибнут, не одолев рока, но внутренне устояв перед ним. В самой гибели их таится для поэта «Жизнеутверждающее начало». Название «Два голоса». Мотив жизни борьбы с большой трагической силой раскрывается и в любовной лирике Тютчева, через которую проходит ярко индивидуализированный и глубоко человечный образ женщины. Так пламенно, так горячо любивший, наперекор и людям, и судьбе. Образ этот намечается еще в ранних стихах Тютчева. Уже в стихотворении КН точка «Твой милый взор невинной страсти полный, чистый огонь женского взора противопоставлен сердцам, в которых правды нет, и которых этот взор не может умилостливить». С этими стихами перекликается позднейшее стихотворение «Как не бесилося злоречие». Здесь опять-таки безоблачная душа женщины оказывается сильнее глупых сплетней злых речей и даже самой черной клеветы. Любовь, как земная испепеляющая страсть, изображается в стихотворениях Тютчева 30-х годов под названием «Итальянская вилла», «С какой негою, с такой тоской влюбленной» и «1 декабря 1837». Так здесь-то суждено нам было, которые по своему трагическому тону предвосхищают цикл стихов, навеянных последней любовью поэта. Вместе с тем, именно в любовных стихах 50-х-60-х годов лирический и женский образ получает свое наиболее законченное развитие. Он возникает перечитателем во всей сложности своих внутренних переживаний. «Не говори, меня он, как и прежде, любит. Чему молилась ты с любовью? Во всей конкретности своей судьбы, о, как убийственно мы любим, не раз ты слышала признание, весь день она лежала в забытии». В этих стихотворениях, заключающих гениальное по своей психологической силе обобщение личного душевного опыта, поэт достиг полного равновесия художественной правды и чувства глубокой человечности, столь ценимого им самим в искусстве. Человечность, дышащая в стихах Тютчева и находящая в них различные формы художественного воплощения, находится в явно противоречии с представлением о нем как о крайнем индивидуалисте, замыкавшемся в своем внутреннем мире. Стремление уйти от бесчувственной толпы, от бессмысленного народа, который порой испытывал поэт, отнюдь не свидетельствовало о пренебрежении или презрении его к человеку. Все пошлое и ложное в людях, бессмертная пошлость, стирающая в человеке человеческое, вот что было неприемлемо для Тютчева и отчего подчас он отгораживался в своем молчаливом одиночестве. «Силентиум, душа моя, элизиум теней». Часто обращают внимание на неоднократные повторения в творчестве Тютчева одних и тех же тем, мотивов и образов, Но стоит лишь сравнить такие близкие по своему содержанию стихотворения, как «День и ночь» и «Святая ночь на небосклон зашла», «Через Ливонские я проезжал поля» и «От жизни той, что бушевала здесь, не остывшая от зною, и ночное небо так угрюма», Как станет ясным, что поэзию Тютчевой нельзя назвать ни однообразной, ни монотонной. Невольно вспоминается то, что писал в своей статье о Тютчеве Фет. «Два года тому назад, в тихую осеннюю ночь, стоял я в темном переходе Колизея и смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. Крупные звезды пристально и лучезарно глядели мне в глаза, и по мере того, как я всматривался в тонкую синеву, другие звезды выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно и так же красноречиво, как и первые. За ними мерцали во глубине еще тончайшие блестки и мало-помалу всплывали в свою очередь. «Ограниченные темными массами стен, глаза мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно, и что нет конца его красоте». С подобными же ощущениями раскрывает стихотворение Федора Тютчева. Действительно, несмотря на близость между собою отдельных стихотворений Тютчева, исключительная насыщенностью мыслью и совершенству ее художественного выражения делает книгу его стихов одним из замечательнейших явлений русской поэзии. Тонкий мастер Тютчев не стремится блеснуть внешними эффектами и изысканностью формы. Основными стихотворными размерами, которым пользовался поэт, был ямба. Чаще всего это ямб четырехстопный, реже пятистопный, еще реже смешанный. Другие виды ямба обнаруживаются у Тютчева лишь в единичных случаях. Наряду с ямбом поэт охотно обращается к четырехстопному – хорею. Однако при таком сравнительно ограниченном выборе двусложных размеров Тютчев придает им большее ритмическое разнообразие. Трехсложные размеры у Тютчева крайне редки, а напест, например, встречается у него лишь в отдельных строках, написанное амфибрахием – стихотворение. «Сон на море» и в своеобразной метрической ткани стихотворение под названием «Мотив Гёйны». «Если смерть, есть ночь», «Если жизнь, есть день», где каждая строка делится цензурой на два полустишья, в которых первая стопа – анапест, а вторая – ямб. Тютчев вообще нередко прибегает в своих стихах к метрическим перебоям, но его отступления от основного размера внутренне обоснованы, оправданы смыслом. Так, например, лишние безударные слоги, перебивающие во второй, четвертой и восьмой строках четырехстопный ямб стихотворения «Последняя любовь», придает ему тем большую ритмическую выразительность, что она находится в полном соответствии с содержанием. «О, как на склоне наших лет, нежней мы любим и суеверней, сияй, сияй, прощальный свет, любви последней, зари вечерней!» Чисто смысловое значение приобретает утючево и такой стихотворный прием, как внутренняя рифма. Не определяя собой строфической формы стихотворения, она лишь подчеркивает тот или иной оттенок содержания. В стихотворении «Каше-каше», например, «Неожиданное появление внутренней рифмы» в последней строке четвертой страфы усиливает беспечный игривый тон стихотворения. «Гвоздики недаром лукаво глядят, Недаром о розы на ваших листах, Жарчея, румянец, свежей аромат, Я понял, что скрылся, зарылся в цветах». В стихотворении «Слезы людские, о слезы людские», не ограничиваясь рифмовкой в смежных строках слов «незримые» и «неисчислимые», поэт вводит еще в качестве дополнительной внутренней рифмы слово «неистощимые». В результате такого повторения подряд трех многосложных рифм стихотворение приобрело отпечаток безысходной грусти. «Льетесь, безвестные, льетесь, незримые, Неистощимые, неисчислимые». Столь же оправдан у Тютчева внутренним содержанием и такой прием художественной изобразительности, как звукопись. Насколько мастерски пользовался Тютчев языком звуков, можно судить, например, по его знаменитому стихотворению «Весенняя гроза». Где сами звуки напоминают читателю о резвых раскатах грома или по замечательному стихотворению под названием «Как хорошо ты, о море ночное». Весь ритм которого, подчеркнутый алитериациями и ассонансами, вызывает слуховое ощущение грохочущей и движущейся морской стихии. В названных стихотворениях, которым не уступают по мастерству инструментовки и многие другие, например, «Тени сизые смесились», «Море и утес», только нагляднее и резче обнаруживаются те приемы звукописи, которые могут быть прослежены и в некоторых отдельных строках тютчевских стихотворений. Например, сочетание взрывного «п» и плавного «л» в строке «Как пляшут плинки в полдневных лучах». Поэзия тютчева, как и многие другие выдающие литературные явления прошлого, далеко не сразу получила всеобщее призвание. О тютчеве не спорят, заявлял Тургенев. Кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии. Самая запальчивость этого заявления уже была свидетельством того, что о тютчеве спорили. В высшей степени интересно признание Льва Николаевича Толстого. Когда-то Тургенев, Некрасов и компания едва могли уговорить меня прочесть тютчева, но зато, когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта. Впоследствии раздавались голоса, относившие тютчево к числу поэтов-директантов и даже посредственностей. Эти голоса сыграли свою роль. Тютчев в последний третий девятнадцатого века оказался основательно забытым поэтом, и никто иной, как тот же Лев Николаевич Толстой, говоря однажды о тютчеве, сетывал. Его все, вся интеллигенция наша забыла. Он, видите, устарел. Он не шутит с музой, как мой приятель Фет. И все у него строго. И содержание, и форма. Из этого забвения в середине девяностых годов тютчева извлекли символисты. Они подняли его на щит, как учители поэзии для поэтов, стараясь приблизиться к совершенству им созданных образцов. Однако восприятие тютчевского наследия символистами носило в значительной степени внешний характер, ограничивалось вариациями отдельных и далеко не основанных мотивов его лирики и заимствованием у него приемов и форм их выражения. В выстолковании поэзии тютчева символистами было немало субъективного, одностороннего и внеисторичного. Глубоко ложное представление о нем, как о родоначальнике декадентов, показывало, насколько чуждо оставалась символистом основная сущность тютчевского творчества. Внутренне, ближе других, тютчеву был только один представитель символизма, сумевший, однако, преодолеть эстетско-формалистическую ограниченность и политическую реакционность этого течения. Крупнейший поэт дореволюционной России Александр Блок. Ему, как и тютчеву, свойственна была безумная любовь к жизни наряду с трагическим восприятием реальной действительности. Неотступное чувство катастрофы, вызванное ощущением непрочности и обреченности старого мира, постоянная внутренняя тревога, пронизывающая его творчество и в конечном счете обусловленная революционными предчувствиями. Блок утверждал, что историческая эпоха внушает поэту, способному ее чувствовать, даже ритм и размеры стихов. Поэзия тютчева оправдывает его тонкое замечание. Ее тревожные тона и оттенки с необыкновенной выразительностью отражают тяготение поэта не только к изображению стихийных споров в природе и в истории, но и к воспроизведению их ритмов. Время, отбросив все случайное и наносное выстолкование поэта тютчева, оправдало оценку данной его творчеству Некрасовым, Туркеневым, Добролюбовым. Его стихотворное наследие получило широкое и достойное призвание. Еще в 1918 году, в первый год существования молодого советского государства, Совет Народных Комиссаров постановил воздвигнуть памятники выдающимся деятелям русской и мировой культуры. В приложенный к этому постановлению, утвержденный Владимир Ильичом Лениным, список, имен включено было и имя Тютчева. Память поэта была ознаменована в 1920 году открытием Мемориально-Литературного музея его имени в подмосковной усадьбе Тютчевых Муранови. В наши дни о Тютчеве более не спорят. Его изучают и, что гораздо важнее, читают. Советский читатель хранит в золотом фонде русской классической литературы лучшие достижения этого лирика-мыслителя, вдохновенного и вдумчивого певца природы, тонкого и проникновенного выразителя человеческих чувств и переживаний. Именно теперь в полной мере подтвердились слова Некрасова, ручавшегося за то, что небольшую книгу Тютчевских стихов каждый любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения. Текст читал Буянов Дмитрий. Хотя б она сошла с лица земного, в душе царей для правды есть приют. Кто не слыхал торжественного слова, века векам его передают. И что ж теперь? Увы, что видим мы? Кто приютит, кто презрит гостью Божью? Ложь, злая ложь растлила все умы, и целый мир стал воплощенный ложью. Опять восток дымится свежей кровью, опять резня, повсюду вой и плач, и снова прав пирующий палач, а жертвы преданы злословью. О, этот век, воспитанный в крамолах, век без души, со злобленным умом, на площадях, в палатах, на престолах, везде он правдой личным стал врагом. Но есть еще один приют державный, для правды есть один святой алтарь. В твоей душе он, царь наш православный, наш благодушный, честный русский царь. 31 декабря 1866 года Славянам Привет вам, задушевные братья, со всех славянщины концов. Привет наш всем вам, без изъятия. Для всех семейный пир готов. Недаром вас звала Россия на праздник мира и любви. Но знайте, гости дорогие, вы здесь не гости, вы свои. Вы дома здесь, и больше дома, чем там, на родине своей. Здесь, где господство незнакомо иноязыческих властей. Здесь, где у власти и подданства, один язык, один для всех, и не считается славянство за тяжкий первородный грех. Хотя враждебную судьбиной и были мы разлучены, но все же мы народ единый, единой матери сыны. Но все же, братья, мы родные. Вот-вот, что ненавидят в нас. Вам не прощается Россия, России не прощают вас. Смущает их и до испугу, что вся славянская семья в лицо и недругу и другу впервые скажет «это я». При неотступном вспоминании о длинной цепи злых обид славянское самосознание как божий кар их страшит. Давно на почве европейской, где ложь так пышно разрослась, давно наукой фарисейской двойная правда создалась. Для них закон и равноправность, для нас насилие и обман, и закрепила стародавность их как наследие славян. И то, что длилось и веками, не истощилось и поднесь, и тяготеет, и над нами, над нами, собранными здесь. Еще болит от старых болей вся современная пора, не тронуто косово поле, не срыта белая гора. А между нас позор немалый, в славянской всем родной среде лишь тот ушел от их опалы и не подвергся их вражде, кто для своих всегда и всюду злодеем был передовым, они лишь нашего Иуду чистят лапзанием своим. Опально-мировое племя, когда же будешь ты, народ, когда же упразднится время твоей и розни, и невзгод, и грянет клич к объединению, и рухнет то, что делит нас, мы ждем и верим проведению ему известный день и час. И эта вера в правоту Бога уж в нашей не умрет груди. Хоть много жертв и горя много, еще мы видим впереди. Он жив, верховный промыслитель, и суд его не оскудел, и слово «царь-освободитель» за русский выступит предел. Начало мая, 1867 год. Второе произведение также называется «Славянам». Они кричат, они грозятся. Вот к стенке мы, славян, прижмем, но как бы им не оборваться в задорном натиске своем. Да, стенка есть, стена большая, и вас нетрудно к ней прижать. Да, польза-то для них какая. Вот-вот что трудно угадать. Ужасно та стена упруга, хоть и гранитная скала, шестую часть земного круга она давно уж обошла. Ее не раз и штурмовали, кое-где сорвали камня три, но напоследок отступали с разбитым лбом богатыри. Стоит она, как и стояла. Твердыней смотрит боевой. Она не то, чтоб угрожала, но каждый камень в ней живой. Так пусть же бешеным напором теснят вас немцы и прижмут к ее бойницам и затворам. Посмотрим, что они возьмут. Как не бесись вражда слепая, как не грози вам буйство их, не выдаст вас страна родная, не оттолкнет она своих. Она раступится пред вами, и как живой для вас оплот меж вами станет и врагами, и к ним поближе подойдет. Одиннадцатая, шестнадцатая мая, тысяча восемьсот шестьдесят седьмой год. Напрасный труд. Нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признание от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Май, тысяча восемьсот шестьдесят седьмой год. Федор Иванович Тютчев. Осенний вечер. Есть в светлости осенних вечеров умильная таинственная прелесть, зловещий блеск и пестрота дерев, багряных листьев томный, легкий шелест, туманная и тихая лазурь над грустно сиротеющей землею. И как при чувстве исходящих бурь, порывистый холодный ветер порою. Ущерб, изнеможение и на всем та кроткая улыбка-увядание, что в существе разумном мы зовем божественной стыдливостью страдания. Осень, тысяча восемьсот тридцатый год. Стихотворение «Листья». Пусть сосны и ели Всю зиму торчат, В снега и метели, Закутавшись, спят Их тощая зелень, Как иглы ежа, Хоть век не желтеет, Но век не свежа. Мышь, легкое племя, Цветем и блестим, И краткое время На сучьях гостим. Все красное лето Мы были в красе, Играли с лучами, Купались в росе, Но птички отпели, Цветы отцвели, Лучи побледнели, Зефиры ушли. Так что же нам даром Висеть и желтеть? Не лучше ли за ними И нам улететь? О, буйные ветры, Скорее, скорей! Скорей нас сорвите Из докучных ветвей! Сорвите, умчите, Мы ждать не хотим, Летите, летите, Мы с вами летим! Осень 1830 год. Но в ноябинейте, Кanche, Бюлгейте, К sneak upgrade, Продолжение следует...